Добрый день сегодня вторник 3 апреля идет уже 14 неделя нового 2018 года с вами валютный стратег александр игуров и поговорим о самом важном на финансовых рынках надо отметить что сегодня с утра и вообще вчера вечером мы стали это наблюдать уход от рисков привел к тому что на финансовых площадках на фондовых площадках сша наблюдалась очень серьезная распродажа вот на диаграмме видно что в течение дня практически все сектора американского фондового рынка понесли потери причем потери некоторые по некоторым отдельным секторам достигали более двух процентов распродажи в общем-то были связаны с тем что между сша и китаем ну как бы официально стартовала торговая война в ответ на действия соединенных штатов связано с ограничением звук с новой тарифной политикой китай также вел ответные ограничения но хотя они пока еще незначительные по объему но тем не менее сам факт того что за несколько дней когда ожидали что все-таки стороны придут хоть какому-то соглашению соглашение достигнута не было ну так скажем как бы первые такие легкие выстрелы торговые в сторону друг друга были сделаны но посмотрим как будет развиваться ситуация но тем не менее в общем-то участники рынка высказали свое отношение уходом от риска если говорить конкретно по конкретно по снижению то индексы потеряли около двух процентов nasdaq потерял даже практически около трех процентов фьючерсы на американские индексы сегодня торгуются с небольшим плюсом восстанавливаясь от вчерашних потерь но возможно это связано с фиксацией той прибыли которая возникла такой краткосрочной прибыли которая возникла от продажи накануне облигации соединенных штатов десятилетние облигации мы видим вошли в общем похоже в фазу снижения хотя сегодня наблюдается рост на полпроцента тем не менее уже от максимумов в районе трех процентов отошли ну не трех а 2 и 9 сейчас торги проходят на уровне 274 но это вот наверно один из также факторов влияния на американскую валюту о которой мы еще поговорим сегодня в течение дня будут самые важные события буду происходили и будут происходить с утра по московскому времени ну вначале австралийский доллар подчинился настроением которые в общем-то задала решение банка австралии несмотря на то что процентная ставка осталась на прежнем уровне само заявление прозвучало достаточно таком истребийном тоне регулятор высказал в общем-то хорошие прогнозы относительно роста ввп относительно рынка труда и все это как бы задало тон что в дальнейшем монетарная политика может быть проводиться в более таком жестком русле поэтому сегодня с утра мы наблюдаем рост и новозеландского доллара и австралийского доллара но об этом еще поговорим на графиках затем в европе будут выходить данные по деловой активности производственном секторе и великобритании также выйдут данные по деловой активности в производственном секторе но эти показатели они не так сильно влияют на валютный рынок в целом мы видим что по европе в общем-то прогноз сохраняется на предыдущем уровне великобритании по всей видимости несколько снизится по отношению к предыдущему значению по крайней мере консенсус прогноз указывает на это но тем не менее вот по всей видимости таких заметных движений именно эти данные не вызовут скорее всего рынок будет подчиняться вот тем общем настроением которые складываются с точки зрения геополитики с точки зрения таких глобальных экономических отношений вот как я уже сказал за отношения сша и китая на рынке форекс что мы наблюдаем сегодня после распродаж в конце прошлой недели но которая видимо была связана с фиксацией хорошей прибыли после роста в течение предыдущих нескольких недель а сегодня мы наблюдаем некоторые восстановления евро торгуется в районе 123-34 ну надо сказать что при этом как бы принципиальная картина по евро не изменилась евро торгуется в диапазоне сейчас я покажу график вы видите этот диапазон хорошо просматривается ну каких-то таких вот прямо ярких принципиальных изменений пока не происходит это из точки индикаторного анализа видно из точки зрения просто графического анализа видно что здесь начинает уже формироваться фигура треугольник но по всей видимости мы приближаемся к точке когда эта фигура будет пробита и тогда возможно возникнут более серьезные движения на аналогичную величину 0,26 процента сегодня растет британский фунт австралийский доллар новозеландский доллар как я сказал демонстрирует самую такую активную динамику строительский доллар растет на пол процента новозеландский доллар даже на 0,6 процента это все в ответ на те решения которые прозвучали со стороны резервного банка австралии доллар снижается против канадского доллара чуть менее заметно против швейцарского франка но при этом доллар несколько восстанавливается против иена но здесь вы понимаете история отдельная иена как защитный актив накануне пользовалась серьезным спросом связано это с тем что вот как раз обострение отношений сша китай имеется ввиду в торговой сфере привели к тому что инвесторы перекладывались в более безопасный актив японскую иену сегодня наблюдается некоторая коррекция но в целом надо сказать что доллар иена пока находится под давлением биткоин также восстанавливается в общем то вот в обзоре накануне я написал свою точку зрения что биткоин теперь уже стал прогнозируем с точки зрения методов анализа обычных фиатных валют потому что точно также образовались торговые диапазоны очень хорошо он укладывается в движение в рамках динамического канала но при задании определенных параметров поэтому здесь уже торговать биткоином уже с точки зрения cfd то есть контрактов на разницу уже мало чем отличается от торговли обычными валютами но с учетом конечно размаха то есть движение там шесть пять процентов в день в десять процентов день надо понимать что это для биткоина в общем-то неудивительная ситуация поэтому торговать можно и даже можно применять вот те же торговые советники которые применяются к обычным торговым валютам нефть нефть вчера накануне очень резко снизилась ну вот я не знаю я наверное сейчас пока не смогу объяснить с чем это связано может быть это технический фактор сработал потому что ну в принципе вроде бы в момент напряжения и нарастания каких-то геополитических сложностей нефть обычно растет ну может быть поступили какие-то данные относительно тех отчетов которые будут выступать на будут получены на этой неделе по запасам и по буровой активности соединенных штатов но факт есть факт нефть снизилась почти на 2 доллара сейчас торгуется в районе то есть от уровня 70 в район 68 сегодня наблюдаются некоторые восстановления ну это кстати на этой на этом графике обратите внимание очень хорошо видно что уровень 68 может быть там чуть выше да он достаточно важен потому что здесь просматривается линия консолидации где видны некоторые пики и некоторые провалы некоторые донышки графика то есть в районе вот этого значения как раз вот по всей видимости будет решаться дальнейшая динамика пока с точки зрения так скажем технического анализа вот эта большая свечка говорит о том что после незначительной коррекции мы можем увидеть нефть на более низких значениях но для этого нужно получить еще определенные сигналы доллар рубль ну соответственно находится под давлением и вчера мы видели снижение вернее роста снижение рубля рост доллара на локальном рынке сегодня в общем-то 57 50 торги проходят но не так значительно изменяется связано это с тем что существуют такие противоречивые потоки с одной стороны нефть падает доллар ослабляет рубль ослабляется по отношению к доллару то есть график вроде бы должен расти а с другой стороны общее отношение к доллару на международном рынке не очень благоприятная поэтому доллар чувствует некоторую слабость на международном рынке которая находит отражение на локальном поэтому доллар торгуется стабильно евро наверное сейчас мы видим да растет чуть более значительно 70 90 к текущему моменту но это как раз отражение того что она и на международном валютном рынке евро подрастает относительно американской валюты развитие ситуации мы с вами еще поговорим в течение сегодняшнего дня будет у нас с вами выпуск live где обсудим уже и возможные торговые идеи в общем-то надо сказать что длинные пасхальные праздники во многих католических странах они закончились по всей видимости активность будет нарастать и вообще говоря каждый следующий день текущей неделе будет приносить новые более значимые новости то есть будут поступать уже новости по деловой активности сфере услуг что за за более важно для развитых экономик затем будут данные по инфляции европе еврозоне что тоже важный показатель с точки зрения прогнозирования дальнейшей политики европейского центрального банка ну а конечно в пятницу данные по рынка труда сша ну может быть они сейчас не так важны с точки зрения прогнозирования политики федеральной резервной системы но если не будут заметных отклонений в худшую сторону но тем не менее как бы рынок традиционно на них реагирует достаточно активно поэтому можно ожидать что по всей видимости тоже активность будет повышенная поэтому неделя предстоит интересная я желаю вам успеха сегодняшнего дню мы еще поговорим с вами увидимся с вами был александр игуров до встречи а